Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы рассматриваем жития святых во свете Библии, чтобы все смотрели на них открытым оком, не были слепыми. Вопрос 2064. Как святые относились к музыке? Ответ. Удивляет то, что самая считаемая у православных книг «Псалтырь» прославляет Бога на различных музыкальных инструментах. Псалом 83. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью. Один стих. И сколько здесь музыкальных инструментов. А как до дела дойдет, так каждый кимвал и свирель толкует только аллегорически. Судят католиков, у которых такое прекрасное органное оформление богослужений. Музыкой пользовались и пророки, и на небе эти гусли показаны. Но монахи шума камыша боялись. А трубный звук рога, игра на псалтыре музыкальная, может шокировать их. Монахи не должны любить музыку. Они должны любить только молчание и тишину. 4 Царств 3.15. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Почему это не говорят? Что вот тело какого-то человека хоронили, бросили, коснулось оно костей Елисея. Это помнят. Но никогда не говорят, что за этим дальше было. Что нигде его нету, этого трупа Елисея. Этих мощей. И что играл гуслист, и в это время Дух Святой сходил, это содействовало со шестью Духа Святого, оказывается. Об этом ни разу я нигде не считал, ни в житиях, ни у святых отцов, ни толкования. То есть это умышленное замалчивание. Пеодосий Печерский 3 мая. В одном из таких посещений преподобный встретил у князя музыкантов, игравших на разных инструментах. Все веселились. Долго преподобный потупил глаза, молча сидел, вот ли князя. Потом сказал, будет ли так на том свете. Умиленный князь прослезился и велел тотчас прекратить музыку играющим. И с тех пор, когда преподобному приходилось заставать музыку во дворце, князь, узнав о приходе блаженного, тотчас же приказывал прекратить ее. Видите, уже подыгрывали им. Вопрос 2065. Как соотносится физическое и иное наказание в монастырях и принятая Россией конвенция о правах человека? Ответ. Без наказания нет воспитания. Так нам и Егов открыл. Он лучше знает, как воспитывать его творения. Он создал эту тварь и заранее дал от болезни примочку, горькие отравы к спасительному Агнцу. Наказание – это лекарство от болезни и непослушание. Наказание есть везде. В школе, двойкой, в армии, гауптвахтой, трибуналом. Непослушание целой страны, революции и гулагами. В монастырях есть эпитемии, как и каноны в церкви. Когда собаку дрессируют, то есть приманка, лакомство, пряник. Есть хлыст плеть. Притча 22.15. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Серахов 8.6. Не ухоряй человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под эпитемиями. Исайя 1.5.7. Во что вас бить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, не обвязанные, не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем. Поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. Это и про монахов. Их уже бить не во что, Бог их уничтожал полностью. И ничего, только дали свободу сейчас опять за то же самое. А вот началась перестройка, и собрались бы опять и сказали, знаете, а ведь все это неправильно. Потому что монастыри строить для одной цели, готовить проповедников и докармливать престарелых благовестников, миссионеров. Федора Священный, 16 мая. Ава Пахомий имел обыкновение по окончании поучения заставлять монахов повторять сказанное. Очень чудесно. И святой Федор усвоил это обыкновение. Со своей стороны, труд произнесения поучений он считал для себя необходимым. Чувствуя великую сладость от усвоения и сообщения другим Слово Божие. Когда Федор не строго смотрел за соблюдением всех правил, назначенных Пахомием, Пахомий указывал ему, что необходимо требовать от иноков послушания всецелого, послушания даже в малых делах. Потому что нарушение малейшего правила расстраивает порядок монастырской жизни и ведет к развитию в монахах духа непослушания. Это и в миру точно так же. Закон принят и обязан выполнять его. Когда два инока позволили себе разговаривать во время работы в Хлебной, а Федор не обратил на это внимания, Пахомий строго и настойчиво говорил ему, что он должен следить за исполнением правил внешнего поведения. Он посылает его вместо себя для наблюдения за духовным состоянием братьев, для вращивания их духа. Федор имел право во всех монастырях распоряжаться приемом иноков и изгнанием из обители тех, кто, будучи неисправим своим поведением, производил в братстве соблазн. Вопрос 2066. Вы несколько раз прочитали полностью все 12 книг «Жития святых». Можете ли указать такие жития, где святые нарушали церковные каноны умышленно, как бы этих канонов и не было? Ответ. Таких случаев тьма. Похоже, что они эти правила вообще не знали или ставили их ни во что. Все из отшельников премного и постоянно говорят о борьбе против гордости, о смирении, о покорности церковным властям. Но у многих проявляется столько нечеловеческой гордыни, тщеславия и превозношения, столько жуткого неповиновения своим предстоятелям, когда им это выгодно, столько презрительных нарушений церковных канонов, что уже ничему не удивляешься, что они могут прославлять и самоубийство, и убийство, и ложь, и клятвы произносить. И даже сегодня страшно опасно говорить об этом, ибо выросшие на почитании мощей, мироточивых икон и других сверхсомнительных чудес церковных могут прибить тебя. А сами они или не считали житий, или просто ничего не запомнили, тем более не сравнили прочитанного с Библией. Если каноны церковные считают за предание церковное, то от нарушителей этих канонов, кто бы они ни были, нужно бежать, закрыв лицо. 2 Фессалоникийцам 3.6 Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. За 40 с лишним лет проповедической деятельности, я про себя говорю, я еще ни разу не встретил среди православных, даже среди священников, ни одного человека, кто хорошо бы знал жития святых, Библии и каноны. И чтобы он сравнивал одно с другим. Вот примеры, когда ненаученные прихожане готовы в монахе отдать свое дитя с пяти лет, а это же не с улицы пришедшие, а чьи-то овцы. Данил Столпника, 1 декабря. До пяти лет отрок рос без имени, потому что родители не хотели сами дать сыну своему имя. Но желали, чтобы тот, кто родился по дару от Бога, от Бога же получил себе имя. Вот придумай же это. Пять лет, а его никак, эй, эй. Поэтому они привели его в один монастырь, принеся сюда и дары Богу, и просили Игумена наречь имя их сыну. Игумен, вдохновленный Богом, отвечал, что его надо назвать тем именем, который откроет сам Бог. Смотря на отрока, он велел подать себе книгу из алтаря церковного, и разогнув ее, нашел в ней некоторые слова святого пророка Даниила. Поняв из этого, что так благоволил сделать сам Бог, чтобы имя этого пророка дано было и отроку, он назвал его Даниилом. Сие же было признаменованием того, что отрок сей будет подобен великому пророку, как по имени, так и по благочестию. Родителям хотелось, чтобы их сын точно же был посвящен на служение Богу при этом монастыре, но Игумен не согласился на это, потому что отрок был еще слишком мал. Петр Киевский, 21 декабря. Святой Петр стал быстро понимать, чему учил его наставник. В скором времени он изучил все священное писание и превзошел в учении всех сверстников. Когда Петру исполнилось 12 лет, он ушел в близкий к месту его рождения монастырь, и принят был в число братьев 12 лет всего. И там внес он монастырское послушание, носил в поварню воду и дрова, мыл братьев-влосяницей, и ни зимой, ни летом нисколько не оставлял своего правила. Прежде всего, приходил он к церковной службе и уходил последним. В церкви стоял с благоговением, прилежно слушая божественное писание, никогда не прислоняясь к стене. Наставнику своему всегда оказывал послушание, с готовностью служил братье в смирении и молчании. По воле настоятеля он был произведен в одиакона, а потом его пресвитера. Научился он писать и святые иконы, и когда писал, всем умом и мысль удалялся от земного, и исполняясь богомыслие, ревностно стремился к добродетельному житию. После довольно продолжительного пребывания в том монастыре по благословению настоятеля, святой Петр удалился в одно пустынное место и устроил в себе обитель при реке Ратте. Здесь построил он церковь во имя Спаса нашего Иисуса Христа. И в короткое время собралось к нему сюда много братьев. Вопрос 2067. Почему все епископы ныне только неженатые, а у католиков даже и священники не имеют права жениться? Ответ только потому, что отступили от Слова Божия. Другого ответа тут и нет. Женатые знают жизнь, и с победой моих несравненно лучше, чем лишенные семьи и простых семейных радостей. 1 Коринфя 9.5. Или не имеем власти иметь спутницы и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, Епифания 12 мая. С того времени святитель Христовой Епифании поставлял в одиахоны и пресвитеры только благочестивых виноков и беспорочных вдовцов. Не отнюдь не допуская женатых. Откуда он это взял? Его уже нету. Нету, значит ничего и нельзя сказать. Вопрос 2068. Почему стали думать, что только в монастыре можно по-настоящему служить Богу? Ответ только потому, что не было возрождения свыше. Что учения Христа не было в душе. Если бы по-настоящему знали Евангелие, то сразу же поставили бы вопрос. Евангелие вечная книга? По ней ли будет Бог судить мир? Можем ли подражать апостолам? Или это движение по распространению Евангелия и учения Христова уже прекратилось со смертью апостолов? Ответить на эти вопросы не так и трудно. Тогда монастыри просто остались бы как место попечения за старыми людьми. А люди шли бы за Христом, а не за монахами. За Христом! Значит идти в мирное проповедь и ссяться соблюдать его заповеди. Вера во Христа дает жизнь вечную. Иоанна 5.24 Истинно говорю, истинно говорю вам, Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, Имеет жизнь вечную. И на суть не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Монастырь не может дать две жизни вечных. 1 Петра 3.21 Так и нас ныне, подобное сего образу крещения, Ни плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, Спасает воскресением Иисуса Христа. Обещание в крещении служить по совести не может же монашеси стать, Служить по самой-самой-самой доброй совести. И потому все человеческое – это ложная надстройка на гармоничном божественном домостроительстве спасения падшего рода человеческого. Иона, пресвитер 22 сентября. В зрелом возрасте, приближаясь к старости, Иона, по изволению Божию, лишился своей супруги и остаток дней своих решил посвятить на всецелое и совершенное служение Богу. Он удалился в прославленную подвигами преподобных иноков уединенную лавру святого Савва Священного, где ранее подвязались его святые сыновья. Здесь он принял иноческий постриг и, подражая святой подвижнической жизни иноков той обители, стяжал еще большую богобоязненность и со страхом соделал свое спасение. Иоанн Новгородский, 7 сентября. Узнав о приближении своей кончины, он отложил свой архиерейский аммофор и принял схему. Причем дано было имя ему Иоанн, которого он носил до своего пострижения в иноке. 2069 По каким признакам вы установили, что монашество нежизненно? Ответ Потому что в этом институте все надумано. Это благая мысль, завершившаяся совершенно неевангельским разрешением. Идея не могла разродиться, получился мертворожденный выкидыш миллионным тиражом. Когда человек согрешил в раю, то что Бог сделал? Он им устраивает разборку, допрос, дает обещание избавления в потомках. Битие 3.15 И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. И затем изгоняет щиту, и человек прилипляется к супруге, и из двух идут отростки. На одной из две тысячи рода человеческого появится спаситель. Могло ли это быть без жены и семьи? Ответ только один – нет. А если бы Адам начал мыслить благочестиво, как Павел Фивейский, и пошел бы достигать совершенства бисером девства, Адама иноческим совершенствованием подвигов своих, и сидел бы под смоковницей девять столетий, то выполнили бы он назначенные Богом. Битие 5.5 Всех же дней жизни Адама было 930 лет, и он умер. Антоний долго и мучительно доходил до воплощения идеи достижения совершенства, достижения ангельского безгрешного состояния. Ему это не просто далось, шел совершенно новым путем. С Евангелем никто никогда не сверялся. Жизнь в монастырях пошла далеко не согласно правилам по схеме, какую арестовали основатели этого благого предприятия. Правила монашеского общежительного бытия больше напоминают правила, живущих на полярной станции. Говори. Но там люди знали, что придет им смена. А здесь попали на пожизненное состояние, убивающее всякую надежду на улучшение того, что не получилось. И стали придумывать ступени, звания, новые постриги до Великой Схимы для достигающих больших успехов в пощении, в молчании. И стали уходить из кеновий, общежительных монастырей и лавр, и поселяться в отдельных пещерах, уходить все дальше в пустыню. Это был приговор общежительным устройствам, так как те отдельно живущие отшельники сподоблялись хлеба от ангелов, а их прославляли не сравненно более, чем всю эту массу однополых братьев или сестер. Потом начнется градация монахов. Кто же они есть на самом деле? Потому что пороки невозрожденных душ потянулись в тот же день за ними, за эти стены мандры. Более рассудительные и волевые пытались что-то делать, разделять на виды, классы, послушания. Но это все рушилось и напоминало глубокий ров, где в темноте сшибались лбами, и стонали, и падали монахи, и только из огромной массы едва единицы выбирались на свет Божьей правды, видения святого Пахомия Великого. Среди монахов находились люди с не совсем потухшим умом. И они искали причину неудачи достижения Царствия Божия на земле. Епископ Игнатий Бричанинов засвидетельствовал после своей релизионной поездки, что на полторы тысячи монастырей в России едва ли найдется четыре, в которых жизнь напоминает духовную, не духовную. Едва ли найдется. А остальные пришли туда ради покоя телесного. Это же засвидетельствовал стоглавый собор в многочисленных главах из ста. Вот как видится духовное состояние монашества. Известно, что монахи бывают четырех родов. Первый – киновиты, живущие в одном монастыре и воистующие по общему уставу под управлением одного абба. Второй – анахареты, то есть пустынники, которые удаляются в пустынь и не в первоначальному жару по обращению, но по долговременному испытанию себя в монастыре, научившись бороться с дьяволом при молитве и совете многих среди братского воинства и будучи уверены, что с Божьей помощью могут уже вступать в единоборство с врагом, не излагать его, а отревая его внушения в воле плоти и помышлений. Третий род монахов, весьма нехороший род монахов, сарабаиты, которые, не обучившись под руководством опытного наставника и не будучи искушены, подобно Злату в Горниле, еще рабствуя делам века и мягкие, как свинец для приятия, отпечатлений греховных, принимают постриг, думая, что могут обмануть и Бога, а не одних людей. А не по два или по три или по одиночке в своих, а не господних, поселившись в овчарнях, вместо всякого закона имеют свои самоугодливые пожелания. И что задумают и облюбят, то для них и свято. К чему же сердце не лежит, то они считают непривожим. Четвертый род монахов – гироваги, это шатайки, которые всю жизнь блуждают туда и сюда по три-четыре дня, гостя по разным кельям, все шатаются и никогда не сидят на одном месте. Это самоугодливые рабы чрева. Они гораздо хуже сарабаитов. И о поведении их лучше молчать, чем оговорить. Мы же оставим все другие роды монашества. С Божьей помощью приступим к начертанию законов киновитов рода иночествования самого благонадежного. Древние иноческие уставы. Книга. Страница 594, 5 глава 1. Сегодня народился пятый вид монашества, когда их стригут, как овечек. И они одного дня не жили в монастыре, ничьим руководством не пользуются. Это нарощечное монашество, фиктивное, поддельное. Здесь ничего нет, кроме пустого звука, вводящего в заблуждение простодушных мирян. И они бродят даже не по монастырям, а живут в миру среди мужчин и женщин под лживыми прозвищем инокинь. Среди женщин мужчины иноки, монахи и эрамонахи. Носят только черную одежду. И более ничего нет даже от тех шатаек, какие бродили все же по монастырям, а не жили в мирских домах. А одни или со своими родными, или знакомыми. Вот как определяют соборы их жизни. Двукратный собор, правило второе. Некоторые восприемлют на себя образ только житья монашеского. Не ради того, да в чистоте послужат Богу, но ради того, да отчтимого одеяния воспримут в себе славу благочестия, и тем обрящивают беспрепятственное наслаждение своими удовольствиями. А тринув одни свои волосы, они остаются в своих домах. Не исполняя никакого монашеского последования или устава, того ради Святой Собор определил, отнюдь никого не сподоблять монашеского образа, без присутствия при всем лица, долженствующего принять его к себе в послушание и иметь над ним начальство и воспринимать попечение о душевном его спасении. Сей, да будет муж боголюбивый, начальник обители и способный спасти душу, новоприводимую ко Христу. Если же кто обрящется, постригающий кого-либо не в присутствии игумена, долженствующего принять его в послушание, таковое, да подвергнется извержанию своего чина, как не повинующийся правилам и разрушающий монашеское благочиние. А неправильно и бесчинно пострижены, да предастся на послушание в монастырь, которое заблагорассудит местный епископ. Ибо нерассудительные и погрешительные пострижения и монашеский образ подвергали неуважению и подали случай к хуленю имени Христова. Двукратный собор, правило пятое. Обретаем, что отречения от мира без рассуждения и испытания много вредят монашескому благочению. Ибо некоторое промечиво повергает себя в монашеское житие и, пренебрегши строгость и труды подвижничества, снова бедственно обращается к плотоугодной и сластолюбивой жизни. И дальше, что собор повелевает? Того ради святой собор определил. Никого не сподоблять монашеского образа, прежде нежели трехлетнее время, предоставленное им для испытания, явят их способными и достойными такового жития. И сие повелел собор всемирно хранить, разве когда приключившаяся некая тяжкая болезнь, понудит сократить время испытания, или разве кто будет муж благоговейный и в мирском одеянии, провождающий жизнь монашескую. Ибо для такого чел мужа к совершенному испытанию достаточный шестимесячный срок. Если же кто поступит вопреки сему, то игумену по лишению игуменства в состоянии подчиненности да послужит наказанием за отступление от порядка, поступивший же в монашество, да предается в другой монастырь, в котором строго соблюдается устав монашеский. 6-й серединский собор, 46. Избравшие подвечническое житие и определенные монастыри отнюдь да не исходят. Если же неизбежно некая нужда побудит их всему, доделает себе по благословению и соизволению настоятельницы, но и тогда исходить должны не одни сами по себе, а с некоторыми старицами и с первенствующими в монастыре по повелению игумене. Ночевать же вне монастыря совсем не позволяется им. Так же и мужи, проходящие житье монашеское, да исходят, когда настоит нужда по благословению того, кому верено начальство. Посему те, кои переступают сиянами постановленное определение, мужи или жены, да подвергнутся приличным эпитемиям. Кавычка закрыта. Кафан Затворник еще не знал наш язык современный, но перевел шатайки, что очень напоминает слово шатохи, как называют в деревнях бродящих собак, поддерживающих немедленному отстрелу, уничтожению при общих облавах, как крайне опасных существ, нападающих даже на детей целыми стаями. Иоанн 14,6 Иисус сказал ему, «Я ясен путь истины и жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Святой Венедикт оставляет на похвалу только киновитов, как наиболее точный вид спасения. Его и будем рассматривать. Но и там мы не найдем всех трех признаков подобия Христу путь истины и жизнь. Путь истины, единственный, евангельский, должен быть истинно, только евангельское, неизменяемое и вечное. Жизнь по священному Писанию, только по заповедям и уговы. Эти разделения на монахов хороших и плохих проходили по самым благим побуждениям. Но они были не по соотношению к Евангелию. Согласно Божьего Слова, люди должны были идти и расплаждаться и трудиться в поте лица. Построить Вавилонскую башню, как говорит епископ Виссарион, людей побудило противление. Они не хотели выполнять поручения Божия, рассеиваться по всей земле. И Бог явно уже не по одному их рассыпал по земле. У апостола Павла были друзья женатые, и они ходили на труды благовестия, вместе с ним муж и жена. И это нисколько не удручало и не смущало Павла. Он это воспринимал как Божий путь, как Божью истину и как Божью жизнь во Христе. Деяние 18.26 Аполлос начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Римлян 16.3 Приветствуйте Прескила и Акилу, сотрудников моих во Христе. С четвертого века деятели иноческих подвигов немедленно бы развели их. Акилу в один монастырь, а Прескилу через реку в другой монастырь запечатали. Непременно, ибо так поступали все монахи во всех житиях. Или это одно и то же, что и при апостолах. Явно, что первый путь давал плоды и жизнь народу, а второй высасывал из народа самых ревностных и уграблял их, что приводило к полному вымиранию веры в народа. Страница 524. Это монашеские уставы. Смотрим. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночество, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого продолжительного действия на народное население. Египет скоро отпал от православия, и потом под владычеством аравитян почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признавать того, что весьма значительное по числу удаление релостных христиан в пустыне, то есть многие уходили, где они кончали свое поприще без потомства. Должно было отозвать с ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. На место древних знаменитых обителей теперь едва можно встретить только развалины, где обитает несколько иноков-коптов. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. Православное монашество и аскетика в исследованиях и памятниках. Книга Сидоров А.И. Деяние 18.18. Павел, пробыв еще довольно дней, просился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прискила. Это стихотворение попутно можно прочитать. Пусть все поругано веками преступлений, пусть незапятанным ничто не сбереглось, но совесть и укор сильнее всех сомнений и не погасит то, что раз в душе зажглось. Великое нещетно совершилось, недаром средь людей явился Бог, к земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности черток. В незримой глубине сознания мирового источник истины живет незаглушен и над руинами позора векового глагол ее звучит как похоронный звон. Родился в мире свет и свет отторгнут тьмою, но светит он во тьме, где грань добра и зла, не властью внешней, а правдой с собою. Князь века осужден и все его дела. Владимир Сергеевич Соловьев. Аминь. Соловьев. Соловьев. Соловьев.